Репортаж с места событий. Мы с Викой приехали за 10 минут до окончания регистрации. Самые ответственные люди на эту планете. Спасибо. Короче говоря, было некогда вообще что-то записывать, что-то объяснять, что происходит. Я приехала в Москву на автобусе за 1250, называется Эколайнс, мне понравился автобус, там были экранчики с фильмами, там была кофемашина и туалет, так что если что, как альтернатива поезду и самолету, как путь до Москвы. А сейчас мы во Внуково приехали за 10 минут до окончания регистрации. Всё, бегом-бегом. А куда мы приедем, вы узнаете из названия видео. Перейдем на фасанку. Всё. И ручка я так вот сделаю. Я первый раз лечу в таком большом самолете. Побед эконом-класса. Мне хоть что-то, я всё съешь. Лера взяла две раздельные кровати, как будто мы не влюблённая пара. О-о-о, да ладно? Крутяк, зай. Биг дрим, блин, пипец, у нас сепь есть. Сложат туда наши 50 дирхам. Слушай, короче, мы вообще в шоке. Лерочкин, это пипец. Вау, какая там ванна. Блин, у нас огромный телик, зай. Офигеть, слушай. Я попала в рай за 15 тысяч рублей. Товарищи, путешествовать дёшево и лакшери возможно. Хэштег... Хэштег... Кто мы там с тобой? Чиновницы. Лерочкин, как выключить? Я очень хочу срочно снять это в инстаграм. Предоставь, что мы купили и сколько это стоило. Так, тут у нас два бутерброда с тунцом. За два вышло восемь. Взяли чипсы попробовать с сыром. Куда же чиновницы без лапшички с морепродуктами? Да, только чем мы её будем есть? Так, у нас тут какие-то классные печенки. Мы пытаемся сидеть на ПП. Да, очень. А где? Серьёзно? Попытались взять чего-то необычного, чего нет у нас, поэтому взяли банан, чипсы. Всё вышло на двадцать восемь пятьдесят. Это... И ещё лапша пять. Лапша. Ну, где-то тридцать три. Это где-то... Я не умею считать. Тридцать три умножаем на семнадцать. Всё. Всем пока. Доброе утро всем. Возникла небольшая проблема. Розетки здесь тройные. А зарядник для аккумулятора фотоаппарата обычно с обычной русской вилкой. Вот такой вот у меня видок. Время восемь тридцать. У нас очень много запланировано на сегодня дел, поэтому нельзя терять ни минуту. The next session is... DMCC. Вот такой комбо-обед. Тут овощи, курица, рис и какой-то спринг-ролл, манго-смузи и суп за... Вышло за семьсот пятьдесят рублей. Прайс, конечно, не очень, но вот такой вот вид из нашего ресторана. Субтитры сделал DimaTorzok Я дико извиняюсь, что мы так мало чего-то рассказываем, говорим, у нас просто нет слов. Мы гуляем, наслаждаемся. А ещё я уже рассказывала про ситуацию с аккумулятором и не хочется тратить всю зарядку на болтовую. Лучше показать вам красоты. Просто. Идеально. У нас ещё впереди три дня, так что... Beautiful content. Да, но если память твоя зарядка всё-таки кончится, то буду ещё на телефон ставить. Точно. Мы с самого первого дня мечтали поесть фуд. Пошли магаз с органит-фудом, но, мне кажется, там одно адрес стоит раз десять дороже, чем в фуде. Точно. Наконец-то. Боже, рай. Слушайте, тут, по-моему, продают по одной штучке, то есть она указана, блин, непонятно... А, нет, слушайте, за килограмм. Просто в нашем супермаркете было по одной штучке. Офигеть. Наконец-то. Это 600 рублей. За клубненько? За клубненько. Ну-ка, виноград. Слушай, виноград 22. Дерхамки. А вот это за килограмм? Манго. Ну-ка, манго-ча. Короче, сейчас будем набирать, потом покажем вам свою корзинку. Йоу. Вика купила супер мерзкие чипсы. Это ужасные чипсы. Вот что взяли. Арбуз, сок и манго. Блин, они стоили реально 200 рублей. Придется жрать. Но они жуткие. Я в шоке. Старня понимает мир, creo. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня мурашки аж по коже. Давайте еще раз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Законопослушные чиновницы Валерия Ильдаровна и Виктория Владимировна приехали к назначенному времени, назначенное место на свой бесплатный трансфер. Встали в очередь. И какие-то уроды побежали вне очереди. Гребаные русские. И мы стоим в автобусе, кстати, вон, по-моему, он едет. Да, нам сказали, чтобы ждать 15 минут. Прошло 30 минут. Фиоти, а не Фиотин. Все, автобус, кажется. Фиоти есть, казалось. I love you, baby. А мы, правда, уже сомневались, что за нами приедут. Ха, не наш. К нам подкатывает 10- и 13-летний пацан, потому что все, как всегда, думают, что мы в восьмом классе. Да, да, нам, как всегда, градусы родители. Опять не наш. Опять не наш. Короче, сто раз мы уходили из номера днем, здесь был просто бардак, трэш, здесь был просто капец. Заходим, стоят ровно ботиночки. Да, в ванной лежали Лерину носки и трусы, они просто... Они их переложили, чтобы пол помыть. Еще мы подружились с чуваком, который говорит по-русски на ресепшене. Попросили у него воды. Он нам дал три бутылки. Мы приходим в номер, тут еще нам принесли три бутылки. Да, и нам сейчас еще принесут. Он сказал, что вам сейчас принесут в номер еще, но, по-моему, он сказал, коробку бутылки. Он спросил, сколько вам нужно, я сказала, ну, типа, сколько не жалко, и как можно больше, типа, если такое возможно. Она, типа, бесплатная. И он сходил на ресепшен, кому-то там позвонил, номерочек, так сказать, набрал один, очень важно. Да, и мне кажется, нам сейчас просто коробку воды принесут. Понимаете, вы чиновницы! Мы еще ее домой увезем. Вот так вот. Я снимаю ботинки, потому что хочу пройтись своими ногами по голому песочку. Это официально самое красивое, что я видела, что я говорю это себе каждый 10 минут в Дубае. Капец. Time is good. Только никто не купается, ну, почти никто не купается, потому что море достаточно холодное. Еще мы не взяли ни покрывала, ни хуй не взяли, я не знаю, на чем мы будем бежать. Точно, я не подумала об этом. Видимо, на рубашках. Давай. И вот этот тюкет стоил у нас 46 дирхам. Погромче говоришь, угост. Что такое дирхам? Дирхамы. Все, что мы купили, обычно на 46 дирхам. Это примерно 700-800 рублей. Короче, мы взяли разные круассаны. Сыр обычный и не шоколадный. Да, по два пилиса. Арбузик. Арбузик, любовь. Крабовые палочки. Извините. Так, напитите. Манго-сук. Какую-то шоколаду взяли опять попробовать, но здесь не как соевое шоколадное. Это, короче, it is my life. Мама, привет. Кукумбер. Это, короче, какая-то крутая штука. Надеюсь, на крэп. На самом деле. Чекнуть что-то новенькое из Дубая, такого вражки нету. Какой-то молочный коктейль. Посмотрим. Это сок. Вера, сколько это на ручке получается? 700-800 рублей. Да, короче, сзади в Москве. Выходить можно вообще на лайк, ребята. О, thank you. Вот это кава. Я буду. Подружанку качалу на сафоре. Я прощаюсь. Я прощаюсь. Я прощаюсь. Да. О, где есть камера? Пошли? Да. Пошли. 1, 2, 3. В общем, мы с Лерой покатались на сафари на дюнах, чуть не стошнились обе. Покатались на верблёдах и пришли вот сюда, в чиловый лагерь, где всё фри, еда фри, напитки фри и даже хну рисуют по всему телу. Фри! Сделали обмен одеждой, потому что Вика ходит зимой в пальто, а я хожу зимой в пуховике, минус 30 и мёрзну. Я тупо чилю, ребята! Танцуй, пожалуйста. Огонь по щипке. Тоже вы взялась. Ой, ой, вон очко... Блин, у меня уже место кончилось. Блин, это просто шок-контент, товарищи. Что-то бывает, да? Я в восторге. Вот такое начало третьего дня у нас. У меня просто бортовые внуки. Вот комик раз на лицо после нашего забирания. Нам, как истинным виновницам и випам, дали свою машину. Хеллоу, подписчики! Мы на рынке. Я купила Кристине Богдановой брелок с открывашкой для пива. И так и купила рюмку. Сторговалась, вышла за 20 диркан. Я купила эту сувенинскую сумку за 80 диркан. Но мне предлагали 120. Извиньте, конечно, да, но даже вот эти сувениры стоят обуго себе. Так что... Ну, торговаться можно. Можно было ещё позже сегодня. И сразу купила себе вот миллион каких-то чаёв. Я был мэн чайвой. И мы взяли на двоих финики. Забрели в какой-то квартал индусов. Какой-то, по-моему, нормальный лист. Да. Ты, значит, такие счастливые, что торговались с продавцами. Набрали сувениров. Гумали, а, всех провели вот так вот вокруг пальца. А потом дошли подальше. Оказалось, это был не тот рынок. А на этом рынке всё в два раза дешевле. Лайфстайл. Жлобыха просто во мне рыдает. Дорогие мои, ничего не хочу сказать. Вот такие вот мы взяли вот презенты. Чтобы вы понимали, а райсовая паста 100 рублей. Я взяла точно такой же огромный пакет. Вот у меня вот это на 58 дирхам. У меня вышло на 33. Это вообще фигня. Рублей 500. 600. Сегодня последний полноценный день. Мы сегодня поедем на Пальму. А пока, пожалуйста, посмотрите. На моё пантановое настроение. Мы пришли прокатиться на монорельсе, который довезёт нас до Атлантиса. Отель, по-моему, это что-то там такое. И стоит 15 дирхам в одну сторону. Не очень приятная цена. Туда обратно 510 рублей. Туда обратно, да, 510 рублей. Сейчас мы будем смотреть на Пальму Джумейра. Вот с этого монорельса. Я прочитаю в интернете, что с него лучше всего видно очертания этого острова. Продолжение следует... Я забыла, что у меня для блога. Короче, мы в ресторане на 43 этаже. Вот с таким видом. Поели на 322 дирхама. Вика переоделась в платье в метро. И я на каблуках. Это самый шок-контент из всего, что я только что сказала. Мы залетим обратно и снова на козырных местах. А в течение дыхания. А в течение дыхания. И я забыла, что я ищу. И я забыла. И я не забыла. И я забыла. Продолжение следует... Продолжение следует...